На расширенном планерном совещании в администрации Северского района обсудили итоги работы 2023 года и планы на текущий. С кратким отчетом выступили заместители главы района, курирующие разные сферы жизни муниципалитета. Обсудили состояние избирательных участков, которые посетят жители во время предстоящих президентских выборов. Наиболее острыми вопросами минувшего года названы сфера земельных правоотношений и жилищно-коммунального хозяйства. Для последний год был достаточно удачным, но остались и нерешенные проблемы. Многое сделано в вопросе водоснабжения в ряде поселений. Капитально отремонтированы скважины, только три из них в станице Северской, где прошлым летом сложилась сложная ситуация с водой. Еще три должны откопитались здесь в этом году и по одной в Азовском и Ильском поселениях. Район взял на себя полномочия по черноморскому поселению в части реконструкции капитального ремонта Крюковского водозабора. Здесь предусмотрены денежные средства в размере 54 миллионов рублей. Будем мы их осваивать и по заверению Минтека дадут нам денег больше, потому что изначально 54 будем дробить на 20 миллионов. Это капитальный ремонт сетей, подводящих в Черноморке, эти самые большие потери. И 34 миллиона – это реконструкция, проектирование реконструкции непосредственно водозаборных сооружений с аппаратурой водоочистки и водоподготовки. Кроме этого, в данный момент начинаем мы процедуру по разработке проектно-сметной документации. Но не буду говорить там, что это на все 12 скважин, но последовательно будем стараться заменить все 12 скважин. Это будет в рамках уже непосредственно работы администрации района и программы Минтек. Обещаются финансирования нам. Ведется работа в области подготовки к следующему отопительному сезону 2024-2025 годов. Продолжается строительство магистрального водовода в Азовском поселении, призванного обеспечить сетевой водой станицу Убинскую. Особое внимание уделят проведению мероприятий по расчистке русел рек. Главе Черноморского поселения рекомендовали срочно заняться вопросом переселения ряда семей из аварийного жилья. Большая работа в районе проведена в части обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В минувшем году муниципалитетам приобретено для них 33 жилых помещения. Из них 17 – это поселок Черноморский по улице Пушкина, 9 – поселок Ильский, улица Свердловая и Перомайская, 3 – это поселок Афибский, улица 50 лет октября, 3 – станица Староминская, улица Маршала Жукова и один хутор Новоукраинский, это Крымский район. Все квартиры построены и введены в эксплуатацию в 2023 году, имеют развитую инженерную инфраструктуру и удобное расположение. В этом году планируют приобрести еще более 30 квартир. Обсудили также вопросы экономики, дорожного хозяйства, участия в федеральном проекте формирования комфортной городской среды, благодаря которому ежегодно в поселениях района благоустраиваются новые общественные территории и многое другое. Субтитры создавал DimaTorzok